Всем привет! Сегодня отличный день и мы решаем проблему с синим экраном с очень плохой ошибкой когда вы запускаете компьютер и при запуске windows синий экран. Синий экран нам сообщает Bad System Config Info. Ниже он показывает ошибки. Вот самая первая 0.74. Если разбираться с ней это можно понять что проблемы с железом. Дальше еще в скобках есть еще четыре кода ошибок. Последний 0.9.a он как раз и объясняет всю суть проблемы. То есть для тех кто пользуется в windows командой ms-config конфиг, конфигурация системы, понятно даже название ошибки config info. то есть config это есть как бы конфигурация и именно из-за этой конфигурации и вышла ошибка. Допустим вы вводите команду ms-config в диспетчере задач можно через командную строку неважно. В общем вы запускаете конфигурацию системы, смотрите в загрузке дополнительные параметры и выбираете число процессора в этом поменяли и максимум памяти вы указали. При этом сохранили все это дело, применили, закрыли. Оно попросило перезагрузиться. Вы перезагружаете пк и получаете код ошибки, который указан. Вот дело все даже не в этом процессоре, но скорее всего что может быть и в этом. Больше всего что это максимум памяти у вас играла роль. Так вот чтоб исправить эту проблему вам нужно восстанавливать ключ реестра. Это сделать в принципе не сложно. Для этого вам нужно будет проделать небольшую работу. Сейчас я вам ее покажу. Запускаем средство восстановления при запуске. Оно попытается восстановить, но ничего не получится. Нужно восстанавливать вручную. После того как она проверила, можно посмотреть, что за причина в журнале. У меня был как бы реестр. На самом деле он не поврежден был, а просто были такие настройки неправильные. В общем нам нужно зайти вот сюда. Командную строку. Писать команду. Напишем команду. С процессором у меня было все нормально. Я убирал именно память. Команда следующая. Вот. Файл не найден. Значит если вы пишете первую команду, которую я вам указал о процессоре, и у вас вот такая вот ошибка. Значит команда о процессоре у вас все нормально. Значит вам нужно о памяти изменять вот этот именно код. То есть изменять нечего. Файл как бы нормальный. Но у вас после того, как вы ведете этот код, оно напишет successful или что-то в этом роде. После чего закрываете все и перезагружаетесь. После того как вы восстановили в реестре настройки, все должно запуститься нормально. Возможно чуть дольше обычного, так как был Windows восстановлен. Этот вариант еще для тех, у кого не было бэкапа Windows либо точки восстановления. Вот. Все нормально запустилось. Все работает. Windows восстановился как видим. Всем удачных экспериментов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok